Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Активного долголеття Людмила Жилевич. Людмила Вертина, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Вот на этой неделе будет День пожилых людей, некоторые даже называют его праздником. Друг друга с ним поздравляет. Хотя понятно, что если праздник, то он, конечно, немножко грустный. Все-таки 60 лет – это серьезный возраст. И получается так, что люди за 60 в скором времени станут составлять самую многочисленную социально-демографическую группу в большинстве стран мира. Людей за 60 скоро будет на планете 2 миллиарда. А у нас в Беларуси уже каждый пятый житель достиг этого возраста. Что же происходит? На самом деле такая проблема существует. На сегодняшний день демографическое постарение населения. Это связано со многими процессами. С тем, что мы стали дольше жить и с тем, что у нас не так много рождается детей. Это тоже является проблемой. Но с другой стороны, вот это такое долголетие, оно совершенно меняет и профиль пожилого человека. Потому что в 60 мы теперь не воспринимаем его как пожилого человека. Мы говорим о том, что у него наступает следующий этап жизни. Это совершенно не такой рубеж, после которого он должен себя считать таким немощным, брошенным и социально, как говорится, не в обществе. Это человек, который должен иметь здоровье, в первую очередь, соответственно, возрасту и быть социально активным. Как Вы считаете, в медицине, в науках сегодня произошли открытия, которые позволяют людям дольше оставаться молодыми? Конечно, конечно. На сегодняшний день мы можем очень много изменить в организме человека, дать возможность и шанс ему, если он, например, теряет какой-то орган или теряет какую-то функцию, ее восстановить с помощью робототехники, трансплантации, замены, например, на какую-то автоматизированную систему. Человек продолжает жить. Например, это очень развито в кардиологии, это развито в трансплантологии, это развито в травматологии. А вот зрение тоже, проблемы возрастные, сегодня тоже их научились решать? Вы знаете, прекрасно решают эти проблемы. У нас существует огромное количество глоукомных кабинетов, где мы имеем возможность контролировать все проблемы, связанные со зрением, и заменять их в хрусталик. И очень многие проблемы, которые связаны со зрением, они решаются с помощью специальных, как говорится, расходных материалов, которые восстанавливают зрение человека. Можно ли замедлить процесс старения? Вы знаете, некоторые считают, что есть такой, так называемый, генетический код, который предопределяет все-таки у человека его биологические часы. Но я хочу сказать, что очень многие пытаются сократить эти биологические часы. Вот это вот самое главное. Потому что наш биологический возраст, ну, как сейчас считают ученые, он может быть и 120 лет и выше. Поэтому, если мы его приостанавливаем, на сегодняшний день у нас продолжительность жизни до 74 лет в среднем, мы планируем, это говорит о том, что мы не все ресурсы использовали. Поэтому, конечно, можно и, конечно, нужно. Но заниматься этим надо с молодых. Наверное, некоторые ученые пытаются и закрепить вот это долголетие на генетическом уровне, чтобы каким-то образом этот код совершенствовался, и люди жили дольше в дальнейшем. Конечно. Возможно ли это? Верите в это? Я верю в то, что генетика и вот это направление, которое взято сейчас в геронтологии достаточно активно, вот вопросы по генетике, они могут нам во многом помочь. Есть заболевания, которые мы называем старческими. Но, к сожалению, иногда получается, что человек еще, да он даже 60 не достиг, а уже у него появляются подобные симптомы. Да, на самом деле, пожилые люди, очень многие у них элементы раннего старения, так называемое появление старческих синдромов. Эти гериатрические синдромы, так называемые в науке. Эти гериатрические синдромы чаще всего связаны с тем, что эти люди, как правило, либо имели риски заболеваний, либо имели риски, которые связаны с курением, с употреблением алкоголя. Эти риски могут связаны быть с ростом хронических заболеваний, которые у них имеются, и те, которые они не профилактируют. Чаще всего эти люди, вот эти люди подвержены раннему старению. Да, но иногда вот смотришь на людей, знаешь их возраст по паспорту, но никогда бы не догадался, что им столько лет. А они там в свои, может быть, даже 90 с лишним, хорошо выглядят, находятся в отличной форме для своего возраста. Даже некоторые продолжают работать. Посмотрите нашу Академию наук, сколько у нас академиков, ученых, которым 80 и больше. Они преподают, они каждый день ходят на работу. Есть люди, которые даже, ну, не скажешь, что очень следят за своей физической формой и даже имеют вредные привычки, и при этом живут долго. Ну, здесь я бы сказала, это действительно элемент генетического хода, но есть еще другие процессы. Если мы просмотрим, в общем-то, профиль людей, которые вот именно склонны к такому долголетию, это люди позитивно настроены. Вот иногда действительно смотришь пациента, у него там, мы знаем, там или 5, или 7 заболеваний, но отношение его к этим заболеваниям совершенно другое. Он все равно продолжает двигаться, он продолжает нагружать себя. Он, например, если вы говорите об Академии, это люди, которые постоянно занимаются мыслительным процессом. Как мы знаем, что центральная нервная система – это тот активатор, который ведет к долголетию. Поэтому и мы рекомендуем в наших методиках пожилым людям как можно больше активизировать свой мозг, читать, путешествовать, узнавать что-то новое, развивать какие-то новые навыки. Это целая технология. Я был в одном музее современного искусства и обратил внимание на годы жизни этих художников. В одном зале были собраны картины разных абсолютно людей. И оказалось, что Сальвадор Дали, который я всегда считал, что он прожил очень долгую жизнь, почти 85 лет умер. Так вот, он среди всех остальных художников в этом зале, среди дюжины, умер самым молодым. А вот другие, которые работали в этом же стиле, кто 90, кто 95, кто даже 98, а некоторые, вот дата рождения указана, а смерти не значит, человек еще живет, ему фактически 100 лет, и он, возможно, еще даже продолжает писать. Вот что меня удивило. Вопрос. А связано ли в таком случае долголетие не только с образом жизни, но, например, и с профессией, с каким-то ритмом, который человек выбирает, с творческими способностями? Вы знаете, здесь абсолютно противоречивые данные, потому что есть долгожители, которых спрашивают, ну, какой секрет вашего такого долголетия? Они говорят, это потому что я не смотрел на часы. То есть я жил по солнцу, по своим желаниям, и эти люди достигли долголетия. Другой человек, поражаешься, насколько он активен был в жизни, и насколько он, значит, много сделал в этой жизни. Но это люди отличаются, которые, вот они живут какой-то идеей, вот они горят этим внутренним своим духовным содержанием. И это тоже один из потенциалов долголетия. Но есть, конечно, профессии, которые сокращают жизнь. Вот, кстати, профессия врача, особенно хирурга, она сокращает жизнь, потому что очень высокий психоэмоциональный риск. Поэтому здесь говорить о том, что такой вот рецепт для каждого, он должен быть свой. Но просто надо знать, что у каждого есть слабые места в генетике. Например, у кого-то, например, какие-то проблемы там, например, со стороны сердца. Поэтому эти люди должны заранее профилактировать эту ситуацию. И тогда действительно их код долголетия изменится в их семье. Давайте мы расскажем про ваш центр. Все-таки он создан был не так давно, Республиканский геронтологический центр активного долголетия. Хотя, в принципе, у нас людей, которые изучают вопросы старения, работают с пожилыми людьми, их очень много. Но вот какие возможности открываете вы перед теми людьми, которых вы считаете своими пациентами? Спасибо, конечно, что вы обратили внимание. Действительно, центр создан только в декабре прошлого года. То есть ему там всего 9-месячный. Но дело в том, что он уже был основан на той площадке, которая была создана у нас в Республике Беларусь. Это и кафедра гериатрии, которая занимается процессами гериатрии. И это было создано на том понимании о том, что в связи с ростом пожилого населения есть необходимость сделать такую научную и клиническую подоплеку этой проблеме. И на сегодняшний день вообще гериатрия – это самая молодая наука вообще в медицине. И у нее появилась вертикаль. Кроме того, что эта вертикаль, она и есть республиканский клинический наш геронтологический центр. Но это и центр, в котором есть очень важный компонент, так называемое активное долголетие. То есть мы говорим, что все технологии будут направлены в первую очередь для того, чтобы обеспечить нашим пожилым гражданам независимость и самостоятельность. Потому что в этом возрасте, когда человек самостоятельно независим, он может проживать отдельно от своих детей, он может формировать свою жизнь отдельно, он может двигаться. И для него это с каждым годом становится более актуальным. Вот вы сказали независимость. А я могу вспомнить принципы в отношении пожилых людей, которые в 1991 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила. И именно первый принцип – это независимость. Далее участие в жизни общества, обеспечение ухода и защиты со стороны семьи и общества, реализация внутреннего потенциала и достоинства. Да, вот эти вот принципы, они заложены в основу нашего центра. И каждое из этих направлений, о которых вы сказали, имеет медицинский аспект. И те вопросы независимости, и вопросы достоинства, и вопросы обучения, и социализирования этого человека. Поэтому центр уникален уже тем, что кроме научного сопровождения в этом и клинической базы, которую мы имеем, имеется очень много методик, которые позволяют человеку в дальнейшем получить развитие. Например, противостоять процессам деменции, например. Это связано со старческими проблемами нарушения психики. И мы знаем, что все больше и больше таких людей мы имеем, когда мы, например, кто-то говорит, что, например, пожилого человека я не могу оставить дома, потому что он теряется, он уходит, он действительно не может обслуживать себя. Также вопросы… А что делать тогда? Ну, в таких случаях… Бросать работу родным? Вы знаете, на самом деле… Или, допустим, обращаться? Ну, я понимаю, что это тоже трудный выбор. Если, ну, сказать, может быть, врачи присмотрят. Вот. Как нужно здесь решать эту проблему? На самом деле, если это раннее проявление, и вот мы в центре проводим так называемый скрининг на все гериатрические синдромы, можем помочь пациенту оценить то, что у него действительно проявление, вот ранних проявлений деменции, и как не дать развиться этому процессу. Мы можем дать рекомендации родственникам, как с этим пациентом дома работать, например. Или мы можем на какое-то время провести методики, которые позволят ему профилактировать деменцию. Но если все-таки ситуация приняла вот такой серьезный оборот, в этом случае надо обращаться к социальным службам, потому что не каждый в своей семье может бросить работу, потому что он является кормильцем, например, в семье, и дети малые бывают есть. Поэтому надо обращаться к социальным службам, и есть специальные интернаты для этих людей. Вот в госпитале, да, на базе которого как раз ваш центр работает, и там ведь люди живут постоянно практически, да? Нет, 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 конечно. У нас не живут люди, к нам поступают люди как в обычную клинику. То есть это... Но могут задержаться и надолго. Нет, мы не задерживаем людей надолго, потому что те методики, которые мы применяем, они в основном в течение двух недель мы обеспечиваем, и затем человек отправляется либо на амбулаторный этап в своей поликлинике, либо отправляется по месту жительства. Но есть еще интернатные учреждения, правильно? Интернатные учреждения, это интернаты, они основаны в Министерстве труда и соцзащиты, и там действительно находятся люди, которые имеют большие проблемы, особенно люди, у которых, например, развился синдром Альцгеймера, и такие люди, они требуют постоянной помощи. Особенно, если они одинокие. Да, если они одинокие, даже если они не одинокие, но эти люди, которые же не совсем дружны с окружающим миром, то есть они уже за пределами наших взаимоотношений и контактов, это, конечно, тяжелое бремя. Также бремя геронтерологических синдромов связано с так называемой саркопенией или потерей плотности, костной массы. Очень много пожилых граждан, вы, наверное, и сами слышали, у них переломы чаще всего, шейки, бедра, и у них вообще склонность к переломам. У них так называемый синдром падения, который связан именно тоже с развитием остеопороза. И также эти синдромы все связаны, конечно, и с процессами, которые идут в этот момент в мозгу, тоже идет инволюция. Поэтому приостановить развитие этих синдромов, и вот задача гериатрической службы, выявить их своевременно, профилактировать и помочь и как самим пациентам, так и родственникам. А профилактировать их надо начинать когда? Вы знаете, вот почему в нашем центре мы не ставим возрастной ценз? Например, к нам приходят люди не только пожилого и староческого возраста, но могут приходить люди всех возрастов. Потому что мы можем предложить методики для любого возраста, для того, чтобы узнать их генетический код, узнать их возможности в плане развития гериатрических синдромов и профилактировать их. То есть, допустим, человек в 40 лет может прийти к вам в центр и какую-то диагностику с ним проведут и установят какие его шансы? Конечно, да. Мало того, что установят шансы, но и дадут так называемые методики на дом, домашнее задание. У нас есть три степени обучения самих пациентов. Вот когда идет первая степень обучения, он получает так называемую медаль молодого бойца. Потому что это курс молодого бойца, который он проходит и знает, например, как ему в том или другом случае какие-то генетические проблемы, либо проблемы, связанные с его факторами риска, либо проблемы, связанные с заболеванием, как их либо приостановить, либо поддерживать себя в нормальном состоянии. Затем у нас идет еще два следующих курса, и эти люди находятся у нас на контроле. Они имеют с нами контакт и в любой момент могут скорректировать свое состояние. У нас в студии сегодня руководитель Республиканского геронтологического центра активного долголетия Людмила Жилевич. Часто можно видеть репортажи, читать статьи, интервью с людьми, которые достигли 100-110 лет, с самыми старыми людьми на нашей планете. И у них обычно спрашивают, а ваш рецепт долголетия? Почему так произошло? И ответы очень разные и тоже такие противоречивые. Кто-то говорит, я никогда не употреблял алкоголь, а кто-то говорит, что я каждый день стакан вина, вот до сих пор, до этого возраста. Кто-то говорит, я исключал продукты, а некоторые говорят, что я вот каждый день употреблял в пищу такие-то продукты, которые, может, некоторые считают вредными. И вот чему верить? Вы, у вас, кстати, ведь тоже люди, старики, которым под 100 лет тоже к вам поступают. Вы наверняка тоже им задаете подобные вопросы? Конечно. У нас такие люди, мало того, что они нам рассказывают эти свои секреты, они, как правило, делятся со своими соратниками по палате и госпитале. Мы даем возможность им и выступить в нашей аудитории для своих коллег, для того, чтобы они смотивировали, так сказать, желание жить дольше. Дело в том, что что объединяет этих людей? Да, у кого-то какие-то факторы, но вы знаете, что одному хорошо, то другому смерть. Это надо понимать, что есть индивидуальный подход. И кто-то может выпивать и жить 120, но он бы жил 130 лет, но он остановил свои биологические часы на 100 лет, потому что каждый день выпивал. То есть это абсолютно индивидуально, но объединяет их, это в первую очередь. Позитивное мышление, это вот все, что всех их объединяет. И их объединяет обязательно двигательная активность. Эти люди, которые, так сказать, двигаются и продолжают какой-то равномерный физический труд, это там или дача, или какие-то другие возможности, но обязательно движение. Но у нас долгожители, кстати, есть. Их не десятки, сотни в Беларуси. Да, у нас 427 человек на сегодняшний день зафиксировано более 100 лет. И я вам хочу сказать, что многие из них вас абсолютно удивят, потому что очень трудно представить, что этим людям 100 лет. Они очень активны, они интересуются. Вот этот вот интерес к жизни, он светится в их глазах. И это, наверное, основа. Вот есть такие регионы в мире, где больше всего долгожителей. Например, там вот на Сардинии есть, они даже изучают феномен. В Коста-Рике, в Японии. А у нас, если посмотреть географию, это долгожители, насколько я помню, в Гродненской области больше всего. Гродненская, Весебская область. Это с чем-то связано, вот, географически. Может быть, у них условия проживания особые. Ну, может быть, плотность населения просто больше. Поэтому там и долгожителей скопилось больше. Но я вам хочу сказать, что если говорить о Гродненском регионе, это очень трудолюбилые люди, поэтому, наверное, вот это вот движение является основой их долголетия. Но таких исследований не проводилось. Я надеюсь, что мы сделаем такие исследования и будем искать секреты долголетия, именно какие у нас, благодаря нашей природе, нашим традициям есть. Есть люди, которым, может быть, еще не так много лет, но они понимают, что их годы и возраст — все это не в радость. Как жить дальше, если вот такое мировоззрение? Вы знаете, на самом деле, иногда люди не дают оценку в том, что им уже нужна помощь. Иногда люди думают, что это связано с теми проблемами, которые возникают вокруг них, в семье, либо их отношениям к жизни. Чаще всего это так называемая депрессия. И в этом случае вам нужна уже помощь либо психолога, либо психотерапевта. Поэтому надо понять окружающим, где вот эта грань, с чем связаны вот эти изменения в восприятии мира. И, может быть, действительно попросить помощи у психотерапевта и прийти к нему, потому что есть на самом деле очень много возможностей помочь этим людям немножко поднять градус своего настроения и желания к жизни. А как вообще изменились люди, которым... Ну, за 60 это уже не будем считать. Ну, это сейчас совсем, да. Хоть ВУЗ считает это пожилыми, но, скажем там, которым 80, которым 90. Это не те бабушки, которые вот раньше были в деревнях преимущественно, да, и которые в городе, мы их видели где-нибудь рядом с домом, которые выходили на прогулку. Сейчас люди этого возраста, они уже и путешествуют, и что-то ищут в интернете, и находят. И у них совершенно другая жизнь. Вы согласны с этим? Я абсолютно согласна, что профиль пожилого человека совершенно изменился. Это очень активные, требовательные люди. И вот, например, очень многие сейчас внуки, те, которые ожидают, что бабушка, вот она на пенсии, вот она сейчас сядет и будет вязать там чулочки, больше не выходить из дома. Они говорят о том, что бабушку еще меньше можно видеть дома, потому что бабушка, она ходит в какие-то кружки, она ходит на какие-то танцы, она изучает интернет, она активный пользователь всех гаджетов. То есть это совершенно другие люди. И это очень хорошо, потому что эта активность, она является примерами для молодежи. Как Вы считаете, а изменился ли рынок товаров и услуг, которые ориентированы на людей преклонного возраста? Вы знаете, мне кажется, все-таки вот этот рынок у нас, ну, он, сказать, тормозится еще в своем развитии, потому что мне кажется, что все другие службы должны быстрее реагировать на вот эти проблемы. Вот, например, я была в Германии, мне очень понравилось. Значит, да, есть там бабушки, которым трудно передвигаться, но у нее есть специальные опоры, специальные колясочки, они легкие, они удобные, она может с ними передвигаться по всему городу. Это очень важно, передвигаться, потому что для них движение и вот вообще социализирование, это в первую очередь и профилактика, и всяких психических нарушений. Поэтому вот промышленность наша должна, наверное, обратиться к потребностям пожилого человека и искать возможность какие-то такие средства реабилитации, средства, которые позволят им передвигаться, быть активными, быстрее производить и быстрее реагировать на этот рынок. Наверняка вам часто задают вопрос, а что делать, когда наступает пенсионный возраст? Меняется абсолютно жизнь. И для кого-то этот переход становится очень сложным, болезненным, появляется стресс, от которого тяжело избавиться, появляется дефицит общения, потому что человеку иногда вот просто не нужно выходить из дома, и он не выходит никуда. Да, на самом деле, очень многие люди воспринимают свою пенсию как катастрофу. Но на самом деле, надо делать вдох и сказать, что это долгожданная свобода. Например, я теперь могу создать какие-то свои собственные контакты с теми людьми, которые тоже вышли на пенсию, поэтому старайтесь не терять друзей. И, во-вторых, вы можете обратиться в социальную службу, потому что там есть очень много групп, которые на сегодняшний день находятся на пенсии. Это люди, которые осваивают новые навыки. И такая востребованность, она есть. Поэтому ни в коем случае нельзя отчаиваться, надо сказать, ну вот, наконец, у меня появилась возможность заняться тем, чем я так любил, или о чем я мечтал там с детства и никак не мог себя реализовать. И ни в коем случае себе не говорить, что это точка, это просто всего лишь запятая в вашей жизни. Вот иногда тоже читаешь, что, оказывается, люди семейные, у которых там постоянно в этих заботах, и которые окружены близкими людьми, живут дольше. А иногда находишь информацию, что якобы наоборот, тоже чему верить. Вы знаете, это все-таки культура в семье. Мне очень нравится в этом отношении вот Восток, который вот там было всегда, что вот пожилые, ну, мама с папой, там бабушка, дедушка, прадедушка, они находятся в семье. И, кстати, вот в отношении возможности передать вот этот бесценный их опыт, вот эта мудрость и терпение, которое они относятся к внукам, это намного благоприятнее для семьи, потому что молодые родители, они, как правило, заняты. И вот только у бабушки с дедушкой находится действительно возможность заниматься вот молодым поколением, чтобы передать им весь свой, как говорится, талант и мудрость прошлого. Поэтому, наверное, вот я бы даже бы советовала все-таки семьями, имеющие возможности, вот культура общения у них поставлена на высокий уровень, проживать вместе или создавать такие условия, при которых их родители будут близко к их детям. У нас ведь мальчиков рождается больше, чем девочек. А потом, ну, как-то это соотношение с возрастом выравнивается, а вот среди пожилых женщин уже практически в два раза больше, чем мужчин. Да, на самом деле мы чувствуем это и по центру. У нас практически 70% это женщины, только 30% это мужчины. Ну, наибольшие потери у нас происходят в системе, болезни системы кровообращения. То есть, это проблемы, которые связаны с рисками, которым подвержены больше мужчины. Они хуже реагируют на стресс, на стресс они реагируют однозначно, это, как правило, пиво, либо какие-то другие алкогольные напитки. Они меньше подвержены к движению, вот эта культура, она сейчас начинает прививаться, но если мы видим поколение определенное, которое там склонно к тому, чтобы на диване наращивать массу тела, и появляется метаболический синдром, и мы теряем этих людей от различных заболеваний, связанных с осложнением болезни системы кровообращения. Поэтому, к сожалению, тут мужчины должны взяться за себя, этот призыв должен прозвучать вообще к мужскому населению, что факторы риска, они, к сожалению, в этом долголетии намного отстали, поэтому надо уже брать на опережение. Но если вот брать вообще в целом продолжительность жизни, то она у нас растет. И ожидаемая продолжительность жизни людей, которые рождаются сегодня, она больше, чем у вот тех белорусов, которые родились там 10 и 20 лет назад. А почему новое поколение будет жить дольше? Вы знаете, новое поколение, во-первых, знает, как профилактировать те или другие состояния. Во-первых, появилась возможность для людей заниматься собственным здоровьем, вот эта культура, то, что на сегодняшний день каждый молодой человек, он знает, что такое здоровый образ жизни, поэтому это очень важно. Во-вторых, очень развитые технологии медицинские, которые позволяют даже, если происходит какой-то срыв в здоровье, все-таки компенсировать его. Это либо лекарственными средствами, либо какими-то другими методиками. Ну и считается, что это и уровень мышления, и уровень возможностей для человека как такового. То есть среда его обитания стала более комфортной. Есть люди, которые очень дружат с врачами, настолько, что постоянно посещают поликлиники. А есть те, кого и карточки, может быть, даже нету, да? Надо бы обследоваться, но вот люди туда не ходят. Я вот хочу у вас спросить геронтологу, в каком случае нужно обращаться. Ну, геронтологу надо обращаться тогда, когда вы чувствуете, что, например, вы обратились к своим участковому терапевту, подобрали какую-то терапию, да? Но все-таки идет какой-то элемент несрабатывания, и у вас все-таки нарастают синдромы, которые связаны с синдромом пожилого возраста. Это и потери памяти, например, или ослабление памяти. Это если у вас появилась шаткость походки, или участились падения, если у вас появились немотивированные переломы, если вы вообще чувствуете, что возраст накатывается на вас, поэтому вы тогда можете обратиться к гериатру, для того, чтобы он помог вам справиться с теми проблемами, которые связаны просто с инволюцией организма. Вот еще напоследок один смс-вопрос. Потери работы для многих это стресс? Он насколько вообще сокращает жизнь? Вы знаете, что на самом деле это стресс, вот такой статистики у меня нету, конечно, но я вам хочу сказать, что потеря работы это опять же зависит от вашего мышления. Всегда можно найти выход пока живы. Поэтому здесь надо всегда выставлять альтернативу. Я жив, я здоров, и поэтому любая проблема будет мной решена. И вот последний, да, растет вроде продолжительность жизни, пенсионный возраст даже увеличится, а к сожалению в семье этого слушателя люди умирали даже в молодом возрасте. И вот задумывается, как действительно дожить до этих даже средних лет? Ну, в этом случае я просто посоветую этому гражданину, что надо обратиться обязательно, может быть, даже и в наш центр, если он желает этого, потому что надо поискать причину, какое же, может быть, наследственное заболевание является проблемой для его вообще семьи, и почему люди умирают в молодом возрасте, может быть, есть какое-то отклонение, которое мы можем диагностировать и помочь ему сохранить долголетие. Спасибо вам большое за ответы на вопросы. Актуальный микрофон завершен. У нашей студии сегодня была Людмила Жилевич, керавник Республиканского геронтологического центра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дмитрия Рубашни. До новых встреч. Актуальный микрофон. Аналитичная программа.